В этом видео мы будем делать Змея Горыныча из мультфильма Добрыня Никитич и Змея Горыныч. Вот такого дракона мы будем делать. Это мой авторский набор. Этот набор можно приобрести, перейдя по ссылке в описании. В набор входят глазки, вот такая пенопластовая основа и, естественно, сама проволока для того, чтобы сделать Змея Горыныча. Итак, начинаем с того, что нам нужно с помощью термопистолета обклеить проволокой это пенопластовое яйцо. Я сейчас нарисую схему, как нужно укладывать проволочку, чтобы получилось аккуратно и красиво. И сначала делим яйцо пополам, а затем по спирали к центру накручиваем проволочку, при этом используя термоклей. С обратной стороны яйца мы сначала приклеиваем проволочку поперек, а затем каждую часть по спирали к центру закручиваем. Вот так у меня получилось. Можете видеть, какая текстура с одной стороны и с другой стороны. То есть имеет значение, как проволочку приклеивать к пенопластовой основе. То есть вот здесь посерединке, видите, и уходит в центр проволочка. Дальше будем делать голову дракона. Три проволочки сгибаем пополам. Здесь снова же больше наблюдайте за руками, потому что многие элементы сложно описать словами. Это легче показать. То есть три проволочки это будет основа непосредственно голова и шея. Сейчас мы делаем рот дракона. Змея Горыныча точнее. Продолжение следует... Когда мы отрезаем проволочку, всегда край закручиваем круглогубцами, чтобы не кололось. В данном случае мы еще использовали плоскогубцы, чтобы сделать более плотную эту мордочку. С помощью круглогубцев придаем форму. Продолжение следует... Обплетаем пустоту проволочкой. Просто вот обворачиваем. Продеваем. Чтобы никуда наша проволочка не сделалась. То есть мы сначала что сделали? Мы сделали форму рта нашего змея Горыныча. И затем каждую часть обплели проволочкой. Также придаем форму. Берем нашу основу для головы и шеи и обматываем проволочкой. Продеваем изгиб. Для того, чтобы конструкция наша, наша обмотка не разматывалась и была плотной. Здесь тоже важно плотно наматывать. Видите, как уже появляется голова нашего дракона? Здесь мы край проволочки просто загнули и спрятали внутрь. Так, примеряем. И приматываем. Снова края проволочки закручиваем с помощью круглогубцев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта проволочка уходит на голову. Утолщаем голову. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет. Опускаем все-таки вниз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немножечко отгибаем основание там, где у нас изгиб, чтобы продеть край проволочки, чтобы зафиксировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плоскогубцами зажимаем, чтобы была более плотная голова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Делаем брови нашего дракона. Черную проволочку сгибаем в форме буквы М. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Делаем вторую, точно такую же Примеряем, отрезаем Теперь наши брови мы немножко обжигаем, чтобы они стали более изящными и обтекаемыми Наши брови обжигаем с помощью зажигалки, чтобы ворс стал короче Примеряем, отлично То же самое делаем со второй брови Рекомендую использовать пинцет, чтобы не обжать пальцы Наши брови готовы Теперь нужно сделать язык Примеряем и отрезаем кусочек черной проволочки Согнутой вдвое И так же обжигаем с помощью зажигалки Всегда примеряем, что у нас получилось С помощью клея приклеиваем язык Теперь нам нужно сделать ноздри нашего змея Горыныча С помощью круглогубцев закручиваем красную проволочку И отрезаем такой, получается, как маленький шарик Наматываем проволочку на шею Чтобы у нас получилась длинная плотная шея Наматывать нужно плотно Тогда получится красиво Приклеиваем все элементы Приклеиваем ноздри Приклеиваем брови и глаза Голова нашего дракона И делаем таких три Вот наших три головы нашего змея Горыныча Теперь мы делаем руки нашего змея Горыныча Для этого мы одну проволочку согнули пополам Сделали три петельки И каждую петельку обматываем еще одной проволочкой С помощью плоскогубцев придаем форму В нашего змея Горыныча четыре пальца Поэтому делаем еще одну петельку Закручиваем и продолжаем обматывать проволочкой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одна рука готова Делаем такую же вторую Я хочу сделать ее еще толще Поэтому беру еще одну проволочку И еще придаю толщину нашей руке Край проволочки закручиваем круглой опцами ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично! Нам таких нужно две Вот наши две руки готовы Теперь делаем ноги Берем белую проволочку И скручиваем петельку Одну, вторую и третью Такие же петельки мы делали, когда делали руки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделали таких две основы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь продолжаем красной проволочкой обматывать белую основу Оставляя только белый край Вот таким образом ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С помощью круглогубцев белый край закручиваем вниз Это когти нашего змея Горыныча Сзади делаем еще один белый коготь И всю ногу продолжаем обматывать красной проволочкой Наматывать нужно плотно А по толщине смотрите так, чтобы вам понравилось Здесь нет правил, что должно быть вот только так и никак иначе Это все зависит от вашей фантазии ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА